О болях в плечах У меня всегда были довольно-таки сильные плечи И они практически не болели Но всему подходит свое время И начинаются проблемы У меня вес Начал что-то расти И я его, правда, особо не сдержал И в 2015 году вес растет Я думаю, ну раз он растет, то хоть оформим его в нужное направление Я стал опять заниматься тяжестями Остается 32 Это уже не 16 Не 24 Это уже 32 Ну, посмотрим хвостунечко Что ты за все лето достиг Ну и джонглирование Ну и джонглирование Это как раз в Египте там После моря Спортзальчик прихожу Я там ганты лежал Возможно, я даже видео найду Все хорошо Поперло, поперло Потом такая хрест И заболели плечи Оба плеча Вот здесь вот-вот-вот Заболели Ну и заболели довольно-таки хорошо Что Вот я вначале там увеличил Веса Я где-то 8 сжал На 9 раз лежа уже Девять, ё-моя Что я сейчас к этим результатам Не могу приблизиться То есть не из-за силы Из-за того, что Начинают у меня болеть Плечи Так вот, что я сделал Что я сделал Что вообще произошло Происходит следующее Это мое мнение Где-то все начинается Вот отсюда Отсюда у нас Шеи Где-то со спины Начинают деревенеть мышцы То есть они Высыхают Высыхают Этот процесс Потихоньку Распространяется И на плечи И как-то Как-то В шее Это незаметно Хотя там Процесс начался Именно там В спине А вот в плечах Особенно заметен А человек Начинает Тренироваться Делать Вот эти Жимы Лежа Сидя Гантелями Жимы Сидя То есть там Где работают Дельтовидные мышцы На маленьких Весах Это еще Более-менее А на больших Это сразу же Сказывается Такой Довольно-таки Острой болью И чем ты дальше Тренируешься Чем она Просто На плесноте Сустав этот Разламывает Там добавок Он еще По ночам Начинает Ныть Мешая спать Короче Крайне Неприятная Вещь Что я Сейчас идет 18-й год Ага 2015 Что я делаю Чтоб Более-менее Все нормально Чувствовать Я Узнал про Массажи Медовые Думал Вот этими Массажами Решить Вопрос Обыкновенный Массаж Конечно Помогал Не без того Я должен сказать Обыкновенный Массаж Ну вот По делу А потом Что-то Все Все наваливается Как там было Вот Медовые Массажи Вытягивалась Куча Куча Каких-то Подкожных Шлаков Вот я Думал Вот Вот Это Оно 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 Действительно В спине Значительно Полегчало Полегчало В шее Несколько Даже Полегчало В плечах Ну Как бы сказать И на этом Остановилось То есть Дальше Как-то Не идет Вся эта вещь Значит Что же там Вообще Происходит Там Происходит Высыхание И когда вы Связки Мышцы Там Разные Такие Вообще Сустав Дело Сложное И Причем Вы Видите Какое Движение Он обеспечивает Вот Происходит Значит Высыхание Начинаются Такие Щелчки Шелк То есть Вроде бы Как В организме Который Состоит Из воды В локальных Местах Наблюдается Сухость Медовый Массаж Очень Хорошо Способствует Этому Что Дает Там Мощный Такой Кровоток Ну Говорю Я их Сдел Очень Много Очень Много Показывал Вам Можете Все Это Дело Посмотреть Ну Как Греться Что Что Где-то Не Дорабатывается Жму Я Гантельки Большие Значит Не Могу Потому Что Я Одно Время Хорошо Гантели За 20 Килограмм Я их там Сжал Они Так Летели Думаю Сейчас Я попробую У меня Тут еще Немножко Но Но Так Вот Я Когда Хожу Сейчас Когда Хожу Я Стал Крутить Плечом Правое Плечо У меня Практически Не болит А С Левым С Левым Имеются Проблемы Она Тут Видите Движется То Вот так вот и покрутил сюда, покрутил сюда, то есть стал регулярно крутить И вы знаете, стало легче, 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 легче и легче Вот, ну естественно там занимаюсь, продолжаю заниматься с тяжестями поднимаю На большие веса не хожу, а зато маленькие поднимаю раз там 10, 15, 12, иногда бывает и 20 раз То есть гантельки по 8 килограмм, гантельки по 16 килограмм с половиной Вот так вот, жму 40, 50, там 60, делаю неполный жим лежа, то есть неполное движение Не довожу туда, где как раз сустав переключается Вот эти мышцы, которые подсохли, они начинают там щелкать и болеть А до того, как они работают Ну и лучше, лучше, лучше Вот так я работаю с плечевыми суставами Еще разок показываю, вот не только в одну сторону крутить Вот я уже практически кручу без боли, но тем не менее Треск слышится, да? Вот, но боли уже нету И в другую сторону То есть за всем надо ухаживать И получается нормально тогда результаты По крайней мере то, что было Так ломило по ночам Этого уже нет Вот я делаю пять кругов Это примерно чуть больше пяти километров И в течение двух-трех кругов Ну я Возможно минутки по три Может быть чуть побольше Я делаю вот эти вот вращения В плечевом суставе Все, больше я ничего не делаю Не считая моих занятий С тяжестями Которые раньше я делал через день А теперь что-то Через два, а то через три дня Некогда Что еще хочется сказать про Боли в плечах Естественно Я не знаю на какой стадии У вас находятся Эти боли Могут быть Довольно-таки сильные Любое движение Может вызывать сильную боль Поэтому делайте Движение По ограниченной амплитуде Главное делать Потихонечку Эта амплитуда Разработается То есть важно С помощью движения Вот в эти высыхающие связки Мышцы Пустить круг А круг идет туда Где есть движение Где есть работа Чтобы вы не отчаивались Что ничего не можете сделать Вот она болит Потихоньку Полегонько Ну Пойдет 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 Я вспоминаю Генерала Угненели Ивановна А вот это Что у вас за браслетик Расскажите подробно Здесь два браслетика Два-два Дело лучше А можно снять Чтобы подробно посмотреть Можно Это циркония Это циркония Циркония Из металла Циркония И рука Перестала подниматься Болит И уже вот-вот Продвет кожу Вот прямо шип Как гость Мне решили Хотели отпилить Разрезать И говорили Что рука будет двигаться Не будет Мы не знаем Я уже даже не могла Вот так ее поднять Расписаться Я делала левой рукой Волосы В конце концов Дико Дико было Мне Что я Уже Уже мне Халат зашило Вот тут Я не могла Уже надеть Что-нибудь И меня послали В санаторий Перед тем Как положить На операцию По удалению Этого шипа Да И поехала Послали меня В Пятигорск А рядом Был военный Какой-то санаторий И у нас Не было воды Мне грязь Сюда прикладывали Чтоб оно Рассасывало Ага Развлечение было А оно Не помогает А там В этот день Не было воды И грязь Мне послали На машинке Отвезли В военный санаторий А там Во дворе Стоял ларетчик А там Всякие безделушки Продавали Да А вот эта штучечка Она была соединена И вот эти были Такие вот Видите там Сиреневые Да А вот тут Было как золотое Это Ну актер-то Весь уже Ну 20 лет Я не снимаю 20 лет Не снимаю Да Да просто Ну для красоты Сделали их Сиреневыми А вот тут Как золотое А я думала Что это детские Внучке было Трибуни Я говорю Дайте мне Пять рублей Стоил Она говорит Да нет Деточка А рука у меня Под халатом Я же ничего Не могу Не надеть Ничего Она у тебя рука болит Я говорю Да Вот давай Я тебя сейчас Одену Не пожалей Пять рублей Тогда зарплата Была 120 Я тебе одену И ты его не снимай До самой смерти Но Она раздвинула Немножко Так Примерила Чтобы вот этот Шарик Был на пульсе Ага Шарик вот этот Был на пульсе Это И одела Вот Шарик На пульсе Один из двух Шариков на пульсе Ну да Один из двух Вот А это мне уже Подарили потом Циркони Я его еще одела Ну это вот Все Вот новенький Но он видите Без шарика Ну я одела так Рядушком Путь больше действует Там циркони Там циркони Вот Короче говоря Приехала я домой Мне же надо Идти на операцию А она говорит Да подожди Ты забудешь За руку Как раз 20 дней Была в санатории Мне надо идти на операцию А у меня неделя Еще была до операции Я по больничному Дома И вот как-то раз Я же ничего не А это я встала Подошла к умывальнику Умываясь Рука поднялась Через сколько Это произошло Это месяц прошло Через месяц Рука стала подниматься Которая ранее Не поднималась Вообще Я значит И опухшая Было все тут И тут даже кончик Вот так прищупывало Что Как бы уже начинает Кожу прорывать Шип Изнутри на руку Снимок был Вот как гвоздь Ой-ой-ой Вот Я значит Как иголка Там такая толстая Я значит Умываюсь Чего-то этой рукой Умываюсь И сама на себя удивилась Я быстренько Оделась Прочесалась Прочесалась Удивляюсь И в поликлинику Прихожу в рентген Говорю Девчата Сделайте мне снимочек Они говорят Делайте Снова Ошиба-то нет Ты что уже отрезала Я говорю Отрезала Он рассосался Он рассосался Но она мне сказала Никогда не снимай И вот прошло уже После этого Бог знает Сколько лет Двадцать лет И я так и не снимаю Она говорит А то может снова будет расти Я так и не снимаю А на нас снимаете Нет Даже в море лазу Я не снимаю И стираю Купаюсь Я никогда не снимаю У меня уже на руке Вот дырка образовалась Видите Вот От того что он Сремен Как бы мякать Давит Сремен На это место Вот она Так одела Мне так и ношу Никогда не снимаю То есть Вот В данном случае Рецепт сработал Вот Потихонечку Не спеша Потерли Плечика У кузнечика Ну и потом Движения Вот эти шелчки Они такие Могут быть явные Потом будете делать Они будут Менее явные И потихонечку Раз Раскрутили С уста О Ничего нету Все прошло И шелчков Даже не слышно То есть Регулярность И понимание Того что ты делаешь И для чего Делаешь Вершат чудеса Его Того? 번